В пятницу у нас фьючерсы на американские индексы продолжают свой рост. Довольно у нас бодрая динамика наблюдается в последние дни. Оттолкнувшись от уровня 3200, они продолжают вот такой вот бойкий рост, несмотря на то, что у нас поступают довольно-таки противоречивые сообщения от Трампа, от демократов, от республиканцев, от демократов, от Конгресса. В общем, по поводу того, собираются ли они у нас заключать фискальную сделку. Так вот, вчера у нас поступили позитивные сообщения. Вчера у нас Трамп соблаговолил наконец-таки дать сигнал, заявил он о том, что рассматривает возможность вновь озановить переговоры. Здесь у нас, естественно, все очень быстро и позитивно отреагировало. Если мы смотрим на динамику индекса S500, то можно выделить у нас уровень в 3420, ну вот плюс-минус, да. Многократно у нас вот здесь проходили тесты этого уровня. Вот здесь хорошо у нас, получается, скорректировался после первого теста, ну, первого ближайшего теста, получается. Скорректировался хорошо у нас индекс. И видно, что затем этот бойкий рост привел к тому, что удалось закрепиться у нас, получается, индекс S500 выше уровня в 3420. Он у нас выступал ключевым уровнем сопротивления, который несколько раз доказывал свою состоятельность, показывал, да, вот здесь, здесь, здесь получается. Закрепление выше этого уровня, конечно, это очень сильный сигнал для рынков в плане того, что рост должен продолжаться. Для этого есть все перспективы. И основная перспектива, она открывается за счет того, что в Белом доме у нас приняли решение, Трамп у нас меняет пластинку и заявляет о том, что фискальные переговоры, они будут продолжаться. Ему интересно заключить сделку. Давайте проясним вот такой момент по фискальной сделке. Почему же у нас демократы, республиканцы не могут договориться? Ну, во-первых, республиканцы у нас намерены продвигать отдельные таргетированные меры, вот такие адресные, то есть вот пакет для авиалиний, для авиаперевозчиков, пакет каких-то мер стимулирующих, пакет, который специально разработан под выплаты американцам, да, выплаты вот этих, ну, стимулирующие выплаты и так далее. То есть вот такие вот отдельные меры, республиканцы такими хотят шагами продвигаться. В то же время у нас у демократов другая стратегия, они хотят огромный сразу пакет мер принять, там на несколько триллионов получается, и всех накормить, всем деньги выдать получается, всех простимулировать, чтобы все хорошо росло. И сейчас, когда видно, что у нас с позиции начинает сходиться, несмотря на то, что у нас противоречивый сигнал поступает, все это говорит о том, что у нас в ноябре повышается вероятность на сделку, и фондовые рынки на это не могут не реагировать. И с технической точки зрения, да, это подтверждается тем, что Иннекс СССР у нас проливает, получается, вот этот уровень 3420, и вот этот рост последующий, да, который может происходить, его вероятность повышается как раз таки, потому что этот барьер, он был очень важный, очень серьезный для рынков. Здесь, по сути, ну, была некоторая разделительная черта между контролем медведей и контролем покупателей быков, да, и вот, собственно, вот здесь была здесь попытка медведей что-то противопоставить, не получилось, мы вышли вот сюда, получается, в эту зону, и, конечно, открывается перспектива для роста дальше. Я бы присмотрел уровень, собственно, вот здесь, 3420, чуть ниже, да, вот на ложном пробое вот здесь, чтобы выйти дальше и, собственно, рассматривать сначала движение сюда небольшое, да, когда он достигнет, и затем уже входить в широкий индекс дальше и выше с целью в 3500 пунктов, да, вот такой круглый уровень. Нужно подождать, да, естественно, потому что входить у нас на пиках после вот такого бурного роста, да, ну, не очень комфортно, можно лучше риск-профит соотношение найти, и для этого, конечно, индекс желательно должен скорректироваться сюда ниже, прийти ближе, да, к скользящим средням, чуть-чуть устраниться должен этот разрыв, и затем можно рассматривать покупки, краски, потому что благоволит этому у нас фундаментальная картина, которая у нас основывается именно на фискальной сделке. По важной фундаментальной статистике, по важным экономическим данным, вчера это был отчет по заявке на пособие по безработице, мое внимание, естественно, привлекли длительные заявки на пособие по безработице, ну, то есть это те заявки, которые, в которых у нас сидят американцы более одной недели, они получают выплаты более одной недели. Видно вот это неуклонное устойчивое снижение, несмотря вот на тот пессимизм, что у нас перетягивание канатов с фискальной сделкой происходит, не могут они ее принять, рынок труда у нас пока не собирается поддаваться вот этим негативным настроениям, у нас продолжают американцы выходить, получается, покидать пул безработных, начинают они у нас искать работу, и получается, видимо, у них это делать, раз длительные заявки на пособие по безработице снижается, рынок труда нам очередной раз доказывает, что без правительственной поддержки, без помощи может экономика США у нас развиваться, двигаться вверх, собственно, безработица сдувается, как мы видим из вот этих данных, и это очень позитивно, естественно, для рыночных настроений, это не позволяет рыночному настроению, будем так говорить, разладиться. Что еще? Значит, рассматривая всю происходящую динамику SP500, и учитывая очень сильную корреляцию с золотом и с валютным рынком, можно вот посмотреть у нас, что происходит по золоту, и выделить следующую динамику. Вот у нас, получается, произошел вот этот рост, вот этот бурный рост, выше получается 1900 долларов за тройскую унцию, и как раз-таки вот это резкое повышение, это отражение новостей, отражение результатов того, что сближается в позиции, как я уже сказал, Белого дома. Там с Конгрессом Трамп хочет договариваться, есть у него желание, да, там, фискальную сделку вот эту принять, договориться о ней. Собственно, золот у нас реагирует на это. Почему оно реагирует? Потому что, вот еще раз вспомним, фискальная сделка, это значит ускорение заимствования со стороны правительства, больше, получается, им нужно выпустить будет облигаций своего долга, наращивать долг быстрее, чтобы, собственно, привлечь средства. Повышенный поток, приток трежерис на рынок казначейских облигаций, это означает у нас снижение доходности казначейских облигаций, и альтернативным активом, который у нас защищает от снижающейся доходности в казначейских облигациях, это у нас является золото. Золото, грубо говоря, такая некоторая страховка или альтернативный актив, тогда, когда у нас происходит компрессия доходности в других активах, в частности, в облигациях золота, золото у нас при этом растет. Так, собственно, вот если вот эту цепочку в голове держать, то можно, ну, как бы делать такой вывод, что фискальная у нас сделка, прогресс по ней, это позитив для золота, собственно, поэтому у нас золото растет. И рассчитывая на то, что траектория у нас переговоров по фискальной сделке, она дальше будет в позитивную сторону двигаться, изменяться, золото также будет, соответственно, должно будет следовать этим настроениям, также должно на это, ну, реагировать. И в свете этого мы рассматриваем после небольшой коррекции повторный тест уровня 1920. Вот здесь этот тест у нас произошел. Видно, что очень сильно, сильное сопротивление с третьего золота на именно вот этом уровне, да, но видно, что позывы к росту, они сохраняются. Был пробит вот этот уровень, долго он держался, как мы видим вот здесь. Был он пробит вот этим резким движением, сейчас должна наступить коррекция, потому что важный уровень, естественно, был пробит. И после этой коррекции у нас открывается хорошее, на мой взгляд, торговая возможность с хорошим соотношением риска к доходности здесь попробовать купить у нас золото и присматриваться к уровню 1920, и сопротивляться успешный тест, рассматриваться уровни выше, стоп при этом, естественно, ставить вот под этот уровень, на этот уровень получается. И вот как, ну, видно, да, то, что риск, соотношение риска и доходности при этом хорошее, потому что тест этого, повторный тест этого уровня успешно открывает дальше большой рост, можно там долгое золото получается держать. И в то же время, если не получится, если оборвется эта возможность, то вот здесь быстренько закрыться, да, и при этом потери будут небольшие. Вот такой вот сценарий по золоту у нас назревает, который можно использовать, да, при этом держа в голове, что по фискальной сделке у нас постепенно происходит, да, проступает позитив. По евро-доллару еще хотелось отметить несколько важных моментов, почему? Потому что вчера у нас вышел протокол заседания ЕЦБ, и неожиданно ЕЦБ у нас показал инвесторам, встревожил их, встревожил себя, заявил, что он обеспокоен развитием инфляции в еврозоне. Был у нас там ряд данных, получается, по Германии, по другим странам, где произошло замедление инфляции. Центральный банк у нас обеспокоен всегда замедлением инфляции, потому что нужно ему двигаться к цели по инфляции в 2%. Если этого не происходит, нужно наращивать стимулирующие меры, нужно смягчать кредитную политику, чтобы спрос на кредиты вырос, чтобы денежное предложение начало расти ускоренными тенками, за что этого достигалась у нас инфляция. Вот такая вот цепочка, которая сейчас есть у чиновников ЕЦБ, которые ее используют. Так вот, беспокойство по инфляции приводит к тому, что рынок начинает закладывать у нас ожидание нового количественного смягчения, и это должно проявляться у нас в европейской валюте, должно в некоторой степени, вроде бы, сдерживать, получается, рост по европейской валюте. Но в целом, если мы посмотрим, что у нас происходит по евро, во-первых, давайте отметим, вот на часовом графике у нас есть вот такая вот повышательная тенденция, четкая, да, которая пока что придерживается евро, она растет вдоль этой трендовой линии, получается. У нас здесь было небольшое сопротивление, этот уровень в 1.1750, да, плюс-минус. Здесь произошел откат, затем пробой, здесь неопределенность, и в целом у нас получается оставаться выше этого уровня у евро-доллара, это говорит о том, что повышательный тренд у нас сохраняется. Скользящие средние также поддерживают, да, вот эту повышательную тенденцию, ну, говорят нам о том, что пока эта тенденция быстро у нас не сможет прерваться, и, естественно, пробой этого уровня, повторный тест и выход выше, говорят нам о том, что повышательная тенденция сохранится, несмотря на то, что вот негативно у нас новости поступает с фронта монетарной политики со стороны ЕЦБ. На мой взгляд, отбой от трендовой линии, да, после небольшого роста отбоя от трендовой линии с целью 1.1860 является хорошей при этом сделкой. Уровень стоп-лосса при этом можно притянуть к уровню 17.50, если уходит ниже, получается, вот здесь у нас обрывается пессимизм, оптимизм, связанный с тем, что, связанный, который у нас есть у покупателей, получается, евро-доллара, да, вот здесь они теряют уверенность, что, возможно, рост все-таки не будет происходить, но все, что выше этого уровня, да, это уже возможная спекуляция, это возможный разговор о тесте уровня 1.1860, который у нас вот здесь выступал уровнем сопротивления, как мы видим, вот, и поэтому трендовая линия, которая у нас здесь сохраняется, вот, начиная с 25 сентября, она держится, она у нас руководит ростом евро-доллара, можно ее дальше использовать в качестве ориентира для входа, и ориентиром для входа будет у нас отбой, отбой, получается, от этой линии со стоп-лоссом вот под вот этим горизонтальным уровнем, вот, а дальнейшее, естественно, развитие по евро-доллару будет зависеть у нас, если вот в макро, в макро мы рассуждаем ключе, естественно, дальнейшее движение по евро-доллару будет зависеть от того, как у нас ЕЦБ готовит рынку к новому количественному смягчению и как развивается со стороны доллара у нас переговоры по фискальной сделке, двигаемся ли мы к тому, что скоро у нас Конгресс принимает эту сделку, ну, естественно, после выборов принимает, и, естественно, больше у нас получается бандов на рынке, облигаций трежерис, растет у нас денежное предложение при этом, слабеет доллар, ослабляется он, естественно, не только против отдельных валют, в том числе он ослабляется и против евро, и вот как вот эти с двух сторон получаются, да, как вот эти смягчающие меры, они у нас будут продвигаться, развиваться, зависит от того, от этого зависит, как у нас дальше будет происходить движение по европейскому лицу. Но в целом, в целом пока ЕЦБ дает очень смутные такие непонятные намерки по поводу нового конечных смягчений, пока у него просто беспокойство о том, как развивается инфляция. По фискальной сделке в США у нас есть сейчас четкое развитие, четкая склонность противоборствующих партий идти на компромисс, сближаться, достигать, ну, каких-то компромиссов, приходить к чему-то общему, к общему знаменателю, и, естественно, для доллара это негативный сценарий, это давление на него за счет ожиданий вот этой фискальной сделки. Вот такая вот ситуация у нас под трем этим активом обстоит, под трем у нас инструментом, да. Я надеюсь, что вам понравилось это видео, если это действительно так, то не скупитесь, пожалуйста, на лайк. Если у вас остались какие-то вопросы или комментарии, пожалуйста, я очень вас прошу также их писать, задавать, потому что очень интересно будет вступить в дискуссию, также рассмотреть альтернативные точки зрения по данным торговым идеям. На этом же я завершаю свой сегодняшний обзор. Всего вам доброго, торгуйте в профит!